Всем подписчикам канала привет! С вами Дмитрий, канал Деревню. Сегодня мы едем в такую полукоммерческую, полуделовую поездку. Везем кое-что из мяса и едем параллельно встретиться с нашим электриком в новый дом. Сегодня нам ставят щиток с автоматами, со всеми делами. Ну и параллельно заедем, завезем двух наших овечек. У нас покупают овечек двух, в одну деревню. Ну и в машине всякое добро лежит, вот бойлер везем сзади. Еще там кое-какие вещи, в общем, по частям переезжаем потихоньку. Осталось 106 километров. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Овечек везем поместных. Финский ландрас с эстонской белой. Короче, на три четверти финские ландрасы. Надо сказать, что овечки ведут себя очень смиренно. Лежат там, такая коробушка им сделана, ящик с опилками. Вот они там лежат вообще ни слова. То есть просто какое-то молчание ягнят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С козочками поживут, а потом я их определю отдельно. Вот прибыли наши ляльки на новое место жительства. Овцы ляльки. Овцы ляльки, да. Будут жить по соседству с козами. Ну они сейчас уже, наверное, будут голодные. Они же под мамкой. Я макармливаю сейчас. Они уже там. Молочком, молочком. Тепленьким. Да. Тепленьким, да. Тепленьким, тепленьким. Побежал. Вот наш проводочек тянется прямо до дома. Проходит туда и заходит в дом. Дел хватает в новом доме. Бываем здесь набегами. Пока вот качаем скважину за моей спиной. Все так же. Через шланчик, погруженным насосиком, вибрационным. Сначала водичка пошла опять чистая, красивая. Теперь опять идет мутная. Кстати, можно посмотреть сейчас сходить. Вот такая вот водичка. Сейчас наполним, посмотрим какая. Ну видно, что она, конечно, такая мутноватая. В общем, качать и качать. Вот что-то такое на просвет. Она еще запотела, конечно. Вот можно заглянуть. Ну, пока ничего уже. Уже не молоко. Уже не молоко, да. Уже что-то такое похожее на воду. Сейчас она, в принципе, постоит, может быть. Даже что-то выпадет из нее в осадок. Ну, будем качать, пока не пойдет прозрачное. Небольшие преобразования в доме у нас случились. Бываем мы здесь наскоками, набегами, ненадолго, на световой день. Но, тем не менее, что-то успеваем сделать. В частности, вот снесли пару стенок. Как вы помните, здесь был тамбур и вот такая монолитная стена стояла. Ну, если помните, конечно. Вот эту стену мы снесли. То есть здесь, видите, нет ничего. Также снесли вторую стену. Во-первых, снесли, потому что нам не нравится, что это гипсокартон. Они довольно-таки хлипкие, эти стены. Нам хотелось бы что-то такое помощнее, помонолитнее. То есть стены будут выложены из арбалита. Из оставшихся блоков у нас, не израсходованных на строительство дома, мы планируем возвести пару стеночек. Здесь будет глухая стена. А здесь планируется дверной проем. То есть из отапливого тамбура, в частности Илья, попадает в свою отдельную комнату-квартиру. Как мы планировали в нашем том доме. Человеку 21 год, человек взрослый. У него будет небольшая квартирка в комнате. Студия. Квартирка-студия, да. Все остальные удобства будут буквально за следующей дверью. То есть туалет, ванна, там все прочее, это будет в той части дома. А здесь у него будет такая своя отдельная комнатка. Тамбур, скорее всего, будет отапливаемый по этому поводу. Вот. Далее здесь будет какая-то, видимо, наша с Диной комнатка. Спаленка, туда дальше кухня-столовая. Потому что в своем доме человек больше всего проводит времени где? Кухня и спальня. Все. Остальное вот на улице. Я знаю еще одно занятие для дома. Вот Дина подсказывает. Компьютеры. Да. Ютуберы, они проводят еще время за компьютерами. Ну, здесь, вероятно, встанет какое-нибудь рабочее место, компьютерный столик, что-то вроде этого. Частично вот этот проем, который без нашего спроса вынесли, будет... Предыдущие хозяева, не спросив нас, сделали очень большой проем. Мы его, скорее всего, уменьшим немного, чтобы... Ну, для размеров двери. Чтобы вот всякие кухонные запахи и прочее не шли в спальное помещение. То есть отсечем. Разделим эти два помещения все-таки на вот это вот. Это не наше. Остается один очень большой вопрос. Как вот в этом... В этой прихожей разместить лестницу на второй этаж? Здесь какое-то вообще, мне кажется, почти случайное место выбрано. Каким образом здесь эти пролеты будут? Вот по такой лесенке я не хочу подниматься наверх. Я тоже не очень, но приходится. В общем, будем ломать голову еще над этим. Будем думать, прикидывать что и как. Это пока такая... Вопрос открытый, да? Вопрос открытый, да. Пока займемся низом. Да, тут вот произошло самое главное событие, ради которого мы сегодня приехали. Мы затащили, вернее нам помогли профессионалы, люди специалисты, затащить три фазы в дом. Выполнены тут в таком эконом стиле, эконом варианте. Ну, в общем, у нас факт, 15 киловатт у нас теперь в доме, все это как бы работает. Вот розеточка реально работает, все подцеплено. Остальные автоматы пока все свободные. То есть из них мы уже потом начнем тянуть розетки наши, свет. Ну, в общем, все электропитание дома будет зарождаться вот здесь. То есть есть один общий автомат, три автомата на каждую фазу, есть парочка УЗО. Тут еще дополнительные автоматики, если что-то там какие-то источники потребителя будут. И вмонтирована даже розетка на первое время, чтобы подключить там перфоратор, миксер, бетон-мешалку и прочий инструмент. Вот в таком это ящичке смонтировано. Помещение это будет что-то типа кочегарки, котельной. Вот оставили вот такие вот завитки, провода, решили с электриками коллегиально, что пусть висят цельные, а отрезать никогда не поздно. Ну, вдруг я захочу этот щиток, допустим, перенести туда или сюда. У меня есть небольшой запас провода. Ну, не знаю, тут метра три, наверное. Провода, который дает мне какой-то маневр. Поэтому было решено пока оставить. Вот, то есть свет в доме есть, 15 киловатт дома. Теперь можно заниматься ремонтом, обустройством. Благодаря добрым людям появились у нас батареи. Они были в буквальном смысле выменены на Индюка. Ну, то есть на тушку Индюка вот 7 батарей. То есть 5 вот такого плана и парочка стальных батареек, плоских. Все новенькое, краски без следов использования. Ну, то есть они где-то постояли, видать, в каком-то помещении, но были нам переданы за Индюка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры подогнал «Симон»